Привет! Меня зовут Таня Лисюцина. Я работаю со сложными данными, занимаюсь визуализацией, корректированием интерфейсов, руковожу лабораторией данных. Обычно на конфиденциях я вступаю с дизайнерскими докладами, и это мой первый опыт таких разговоров на профессиональные темы, поэтому не следите, пожалуйста, строго. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, как технологии меняют нашу жизнь, и почему современный мир кажется мне очень быстрым местом для женщины. И я начну с трех историй, истории трех девушек. Первую девушку зовут Наташа, к сожалению, у меня нет ее фотографии. Наташа была модератором в моем проекте «Из нашего окна», поэтому здесь я просто показала скриншот проекта выполнением которого, собственно, она и понималась. Наташа подбирала хорошие квартиры в разных источниках. На сайте, где размещаются объявления о сдаче квартир, и помогала нашим клиентам искать подходящее для них жилье. Наташа живет в небольшом городке в Запорожье, в Украине. У нее есть чинья, есть ребенок, о чем я знаю, потому что несколько раз она у меня подспрашивала для того, чтобы свозить ребенка в больницу или просто посреди, потому что он болеет. и, честно говоря, мне стыдно в этом признаться, но это был мой первый проект, и я делала его на свои деньги, поэтому это нужно было на всем, включая зарплаты модератора. Поэтому Наташа зарабатывала за обработку одной заявки около полутора тысяч рублей, а это могла быть неделя работы или даже две недели работы. Понятно, что это был не полный рабочий день, но тем не менее, условия не кажутся мне очень хорошими, наверное, сама бы я на таких условиях работать не стала. Соответственно, зарплата получалась не больше тысячи тысяч рублей в месяц. Каково же было мое удивление, когда, закрывая проект, я общалась с Наташей, и она поблагодарила меня за то, что я дала ей такую возможность. Оказалось, что это был ее первый опыт удаленной работы, и после того, как она начала работать на проекте «Нашего окна», она начала заниматься и другими проектами удаленно, и те деньги, которые она получала через интернет, стали хорошим подспорьем для ее семьи с хорошим дополнением за платье ее мужа. Фактически, Наташа, сидя дома, занимаясь ребенком, начала зарабатывать деньги, и это возможность, которой, скажем, не было у наших молодых. Мне кажется, что это очень здорово. Второй пример – это Тиффани Шлейм. Это удивительная женщина, кинорежиссер, техногик, мама. И она живет в гармонии техномира и замечательно рассказывает об этом в своих фильмах. Я не буду сейчас долго рассказывать все о ее судьбе, стараться просто рассказывать то, что я увидела в ее фильмах, но я очень рекомендую вам их посмотреть. Мне вышло в последнее время несколько интересных короткометражек. В одной из них она, в частности, рассказывает о том, как она совмещает свою жизнь успешного профессионала, знаменитой женщина, которая влияет на умных людей и счастливую личную жизнь со своими детьми и со своим мужем. Это очень интересный взгляд на именно современное общество и как оно позволяет трансформировать реальность с учетом своих интересов не только профессиональных, но и личных. Третья история будет моя собственная. Я начала заниматься дизайном еще во время учебы в университете. Я пришла к дизайнерам-стажерам, только что открывшись в дизайн-бюро Артема Корпунова. И, собственно, в этот момент началась моя дизайнерская карьера. С тех пор я успела поработать в крупной компании, которая называется «Недкрейкер», куда я тоже пришла сначала дизайнером интерфейсов, но после этого мне доверили создать группу проектирования интерфейсов, которая обеспечивала практически всю компанию дизайнером. И когда полтора года спустя я уходила из компании, в моей группе было три дизайнера, столько же разработчиков, и наша группа считалась одной из самых эффективных работоспособных звеньев компании. после открытия я попала в компанию «Мурсиан». Это одни из лучших регион-рейлс-литработчиков в Москве и в России. И с ребятами я делала их внутренние проекты. Мы вместе работали над проектом «Мойстад», который занимается маркетинговой аналитикой. И как раз во время работы с «Мурсианами» я съездила на свою первую зимовку. Это был 2012 год, в Таиланд. Я оказалась в заснеженной Москве, оказалась в тепле, могла не только работать, но и отдыхать так, как играли, заниматься йогой, ходить на море. И, честно говоря, это опыт очень сильно изменил мою жизнь, потому что я поняла, что современным специалистом, дизайнером, программистом, менеджером совершенно не обязательно зависит от какого конкретного местоположения, и что у нас есть похода, которой раньше никогда не было у, так скажем, каких-то простых работников. То есть то, что раньше было доступно журналистам, писателям, фотографам, каким-то таким очень экстремальным и специфичным профессиям, теперь доступно всем. И с тех пор я успела поработать в Таиланде, в Черногории, в Финляндии, еще раз в Таиланде, потом в Гонконге, в Хорватии, не говоря уже о разных городах России. Я создавала лабораторию данных, чтобы заниматься теми задачами, которые мне интересны, и чтобы заниматься ими в том месте, в котором я хочу, и в том темпе, в котором я хочу. И кроме того, я хочу еще для всех, то есть разделить этот опыт, разделить этот образ жизни со своей командой. То есть показать другим людям, что можно в каком режиме нового времени создавать очень крутые штуки. Вот. Ну, собственно, я прошла путь от свидания рестажеров, только что открывшимся бюро, до владельца своей небольшой компанией и собираюсь на этом останавливаться. И мне кажется, что большую роль в этом сыграло то, что та индустрия, в которой я работаю, ну и, конечно, те люди, которые помогали мне и поддерживали меня на этой пути. Люди, которые меня учили и признавляли. Люди, которые работали вместе со мной на проектах, мои коллеги, благодаря которым все, ну, все, на чем я работала, было реализовано. И так получилось, что все эти люди – мужчины. И, собственно, это вторая тема, о которой я хочу с вами поговорить, о том, как вот все это долгое время я работала в преимуществе мужских коллективах. Моя история работы в мужских коллективах началась очень давно. Еще в старшей школе, когда я, собственно, там, готовилась к университету, я попала в физико-математический класс. Там я училась с двумя одноклассницами и с двумя одноклассниками. После этого был сиппакингом. Я поступила в Москву, приехала учиться в Москву, и соотношение было примерно такое же. Три одноклассницы и двадцать четыре, двадцать два, двадцать четыре одноклассника. После университета, как я уже сказала, я попала в дизайн-бюро, где я была единственной девушкой-дизайнером. И дальше продолжала все в таком же духе. В нет-крекере в моем отделе были только мужчины. В компании «Тут Хруссиан» я работала в одном коллективе с парнями-программистами. И девушка-менеджер появилась уже в ближайшем уходу. То есть, как видите, постоянно такое очень неравное гендерное соотношение было. И мне кажется, что я довольно успешно управлялась задачей совместной работы с таким большим количеством мужчин. Я хочу Вам открыть один секрет. Хочу поделиться с Вами своим секретом, как мне кажется, почему мне это вдавалось. Ну, собственно, волшебный ключик к миру мужчин – это… Барабанная тронь – это польза. Если Вы выполняете свою работу качественно, если Вы делаете ее в срок, если Вы умеете находить общий язык с заказчиком, с руководителем, со своими коллегами, если Вы приносите пользу, то Вашему руководителю и Вашему заказчику будет неважно, какого укола – мужского, женского или Вы, может быть, без пола решили без масла. Потому что главная ценность в бизнесе, главная ценность для Вашего руководителя и для Вашего заказчика – это результат. Вот. И, ну, собственно, если Вы, например, еще умеете к тому же делать что-то такое, что не умеет делать никто, кроме Вас, то Вы дальше уже просто работаете на своих условиях, потому что не оставляете своим окружающим коллегам и руководителям никакого выбора. Вот. И это то, чем я очень активно пользуюсь в своей жизни и в своей карьере. Но это не очень простой путь, потому что, несмотря на то, что это звучит очень просто, но чтобы действительно быть полезным, приходится много работать. И приходится расти и развиваться. Приходится постоянно тренироваться с мужчинами на их территории. Но здесь есть небольшой плюс и небольшое преимущество у нас женщин, потому что изначально нас могут недооценивать. Поэтому нам очень просто удивлять, расходить ожидания. Вот. И таким образом добиваться какого-то большего признания и большего уважения. Вот. К чему я всегда стремлюсь в коллективе и в отношении с коллегами? Я стараюсь заслужить доверие и уважение. Ну, то есть получается вот такая вот простая схема совместной работы, фундаментом, который является польза и такие столпы опоры – это доверие и уважение. И, как вы можете заметить, то, о чем я сейчас говорю, применимо не только к женщинам и мужскому коллективе. Это касается любого человека в любом коллективе. Если он полезен и если ему доверяют, его уважают, то за этим последуют и признание, и любовь, и рост, и все остальные бонусы, которые можно и влечь и сработать. Вот. Но хочется все-таки немножко еще поговорить о том, в чем особенность именно работы девушки в мужском коллективе. Это, собственно, то, о чем я хотелось на этом злиться. Вот. И мне кажется, что как раз то, что касается доверия и уважения, как бы есть некоторые хитрости, о которых я могу рассказать. Вот. Во-первых, есть какие-то стереотипы, которые существуют в головах мужчин, а мы для них некий инородный объект, прямо скажем, в мужском окружении. Вот. И есть какие-то вещи, которых стоит стараться избегать и не допускать, чтобы просто не подкармливать эти стереотипы. Вот. С летней интриги под строгим запретом. Ну, это, опять же, актуально не только, ну, то есть не потому, что это какие-то женские штучки, а просто потому, что это общечеловеческие какие-то ценности, которые могут подорвать вам доверие. Кроме того, я считаю, что нужно со всеми коллегами налаживать добрые, такие очень ровные отношения и в любом случае не вступать в какие-то коверные игры. И мне кажется, что флирт со всеми подряд, он тоже отрицательно скажет на вашей репутации, поэтому не стоит это делать. Вот. И самое главное, что не стоит использовать свои какие-то женские слабости, чтобы оценивать работы и пытаться манипулировать с мужчинами, вот, потому что, ну, то есть как-то подчеркивать свое отличие от них. Я ни в коем случае не хочу сказать, что нужно строить у себя железную ленту и делать вид, что вы, там, рабочая лошадь, можете без устали грудиться с утками. Нет, если вы устали, можно об этом прямо сказать. И я даже не вижу ничего плохого, честно говоря, в том, чтобы, например, ослабляться в какой-то очень тяжелой ситуации. Но просто будьте искренними, будьте собой, не используйте свои особенности для того, чтобы пытаться как-то управлять с мужчинами. Вот. Хорошая вещь в том, что у нас есть некоторые уникальные особенности, которые в мужском коллективе не могут возникнуть никак, кроме как с нашим появлением. И первая важная штука – это точка зрения. Мы действительно немножко по разным мыслям и иногда в решении сложной задачи очень важно бывает высказать свое мнение и, может быть, какая-то женская интуиция или что-то такое поможет найти решение быстрее. Вот. И о чем еще мне очень хочется поговорить – это о том, что в мужском коллективе не нужно стесняться быть красивой. У меня была такая проблема. Я очень долгое время ходила на работу в джинсах и в каких-то простецких спитерах, потому что думала, что мужчины не обращают на это внимания. Но они действительно не обращают. То есть они не заметят ваши новые прекрасные туфли или какой-то оттенок помады необычный. Но на что они обращают внимание – это на цветущий вид, на улыбку, на хорошую форму. Поэтому обязательно нужно… Не то, чтобы обязательно нужно, но вот это то, что я делаю. Я мною спортом, который мне нравится. Это не только позволяет мне хорошо выглядеть, но и дает интересную тему для разговора и какую-то точку сопровождения с мужским сообществом. Обязательно умываться и… Вы знаете, я заметила, что с тех пор, как я начала носить на работу платье, отношения… То есть, знаете, это… Люди стали это замечать, делать комплименты, и от этого выигрывают все стороны. То есть нужно не бояться видеть красивой и дарить красоту, потому что это то, что мы умеем. Вот. И еще есть какие-то вещи, которым мужчины между собой просто не приняты. Я называю это заботой и вниманием. Если вы видите, что у кого-то из коллег плохое настроение или что он вернулся в тяжелые встречи, предложите ему чай. Просто спросите, какое-нибудь дела. Поговорите, проявите вот эту заботу, которой мужчинам в их такой мужской реальности так не хватает. В конце концов, нам это очень просто сделать, и мы можем себе это позволить. Вот. Ну и попытайтесь создать офис или злоумейский, в котором вы работаете, приятную атмосферу. Испеките пирог, например, на день рождения вместо пиццы, которая уже всем надоела. Вот. Или там… Профорсируйте появление штор на окнах. То есть какие-то такие штуки, которые тоже нам, в принципе, ничего не стоят и которые мы замечаем и можем довольно просто реализовать. Вот. Но, как бы, это в целом пойдет на пользу всем. И я хочу сказать, что быть девушкой гиком очень круто, потому что, как никогда в истории, благодаря современным технологиям, все в наших руках. Мы можем развиваться и не делать карьеру, не отказываясь от семьи и точно так же не отказываться от семьи ради карьеры. И мы можем идти своим путем, быть полезными, оставаясь теми, кто мы есть. Это очень здорово, но это и не просто. Это требует много стиль и упорства. Поэтому еще один совет. Если вы в компании чувствуете, что вам мешают развиваться, что вы просто чувствуете себя неуютно и встретились с несправедливым руководителем, не тратите свои силы и время, найдите им лучшее применение. Ну вот, собственно, и все. Спасибо большое. Еще?